Добрый день! Мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. Ну а мы с вами, как обычно по традиции, начинаем видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 3 апреля и киевское время 19 часов. И хочу начать сегодняшнее видео по оперативной обстановке с традиционных и мною так любимых слов. Не дождетесь. Бахмут сражается. Часть Бахмута под контролем вооруженных сил Украины. И да, мы постепенно, нас выдавливают, выдавливают в буквальном смысле этого слова за счет укладывания костями улиц Бахмута захватчиками. Но город сражается и ни о каком захвате Бахмута со стороны российских оккупационных войск речи быть не может. Сегодня об этом поговорим более подробно, но ситуация контролируемая, тяжелая, даже я бы сказал на уровне критической. Но мы продолжаем сражаться. Город продолжает сражаться. А в остальном обстановка сложилась следующим образом. 5 ракетных ударов нанесено в основном в прифронтовых и приграничных городах. 32 авиационных удара и более 50 атак реактивными системами залпового огня по всей линии фронта на всю глубину досягаемости этих систем. Вероятность нанесения ракетных ударов начинает потихоньку возрастать. Это характеризуется тем, что в Черном море находятся носители калибров. Мы знаем с вами, что как только появляются носители калибров в акватории Черного моря, можно ожидать очередной ракетный удар. Ну и пока что разведка наша молчит о состоянии стратегической авиации Российской Федерации. На сегодняшний день какова обстановка на аэродромах, где базируется Ту-22М3 и Ту-95. Ну все равно по времени, я вам уже говорил вчера и сегодня повторюсь, что по времени ситуация подходит к тому, что Россия могла наклепать там несколько ракет и соответственно будет пытаться организовать или же они будут клепать ракеты к нашему контрнаступлению. Ну тем не менее. Основные усилия враг продолжает сосредотачивать на тех же оперативных направлениях. Это у нас Лиманское направление, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское. Ну и соответственно самые горячие точки на этих направлениях это Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Три населенных пункта, которые сражаются, еще раз повторюсь, которые держатся, где идут самые ожесточенные, самые интенсивные бои. Ну больше всех это касается Бахмута. За прошедшие сутки силы обороны Украины отразили около 70 атак в районе этих четырех оперативных, точнее в рамках этих четырех оперативных направлений. Потому что на других направлениях никаких атакующих действий российские войска за прошедшие сутки не предпринимали. Только оппозиционные бои, перестрелки и обмены артиллерийскими ударами. Ну начнем как обычно с севера. Это у нас Волынское и Полесское направления. Здесь ситуация без изменений. Она контролируемая. Обе стороны оборудуют границу в инженерном отношении. Белоруссия готовится к отражению нападения. Правда неизвестно кого. Нам самим бы отбиться, а не нападать на соседнее государство. Поэтому они от кого-то готовятся защищаться. Слобожанское и Сиверское направления. Здесь, к сожалению, тоже обстановка без изменений. Продолжаются огневые удары по нашей территории. Противник применяет разные типы артиллерии. И иногда совершает провокации обстрелами наших пограничников из стрелкового оружия. Наибольшее количество обстрелов припадает на Харьковскую область. Далее. Купинское направление. Здесь локальные бои вдоль всей линии боевого соприкосновения. И арт-обстрелы с обоих сторон. На Лиманском противник пытался. Мы подходим к огненной дуге. Где противник продолжает, несмотря ни на что, и вопреки всему, продолжает пытаться вести наступательные действия. Так вот, на Лиманском направлении противник пытался улучшить свое тактическое положение. Были попытки штурма наших позиций. Хотели продвинуться немного вперед. Все попытки безуспешные. Все атаки были отбиты. И противник, понеся потери, вернулся на исходное положение. Бахмут. Вот здесь вот ситуация очень тяжелая. Крайне тяжелая, я бы даже сказал. Здесь противник не прекращает штурм города Бахмута. Кстати, все, в основном, сосредоточены все усилия именно на городе. Основные, еще раз повторюсь, тяжесть на себе тянет наемники. Это те, кого не надо считать и кого не жалко. Это вагнеровцы. Но была активизация в районе Хромова и на севере Бахмута. Была попытка начать наступление для того, чтобы попытаться. Они каждый раз пробуют замкнуть кольцо. И, соответственно, наши войска, естественно, предпринимают меры для того, чтобы этого не допустить. Так было и в этот раз. Все попытки или вся любая активизация севернее самого Бахмута была пресечена нашими войсками с нанесением существенных потерь противнику. Поэтому эта северная часть на сегодняшний день стабилизирована и там больше никаких попыток не предпринимается. Самые тяжелые бои идут в центре города. Вот здесь давайте более подробно. Смотрите. Бои продолжаются в центре города. И противник, линия боевого соприкосновения проходит на центральной площади города. Да, в районе здания районной госадминистрации. Но здание не находится под контролем российских войск. Кстати, вот это видео, которое распространил Пригожин, где он якобы ночью устанавливает флаг. Ну, опять же, есть же локация. На любое видео и фото можно определить его точную локацию. Локация определена. Это в районе центра, но это не здание РГА. Кстати, здание районной госадминистрации предполагается, что оно уже практически на данный момент разрушено. Там некуда ставить флаг. Они прицепили флаг к какому-то небольшому сарайчику и назвали его зданием городской администрации. Нет. Бои идут на площади перед зданием. Далее бои идут на улице Центральной. И, кстати, противник, надо отметить, противник старается стянуть в район улицы Центральной побольше войск. Они там размещаются где только могут для того, чтобы усиливать давление и наступательные действия на наши позиции. И еще надо отметить, что была попытка, вот такая вот обстановка в Бахмуте. Поэтому ни о каком захвате города, ни о каком контроле над городом речи не идет. Кстати, Американский институт изучения войны отмечает, что да, две трети города находятся под контролем российских оккупационных войск. Но третья часть западная, это в основном жилая часть города, она находится под контролем сил обороны Украины. И была еще попытка на Ивановское предпринять, опять же, это к вопросу об окружении. Очередная попытка на Хромова и на Ивановское с двух сторон. Он, как обычно, они пытались, они пытались в двух направлений, точнее, они пытались замкнуть кольцо. Ну, не то, что замкнуть, это очень громко сказано. Они пытались просто продавить нашу оборону для последующего продвижения вперед и замыкания кольца в районе Бахмута. В результате, наше командование предприняло ряд стабилизационных мер, в результате которых противник даже был отброшен в районе Азаряновки. Контратаками наши войска отбросили противника на более безопасное расстояние. Так что коридор работает, дорога жизни работает, город продолжает сражаться. Авдеевка и Маренко. Здесь продолжаются бои за Первомайское и его окрестности. Противник продолжает штурмовать Маренко, пытается улучшить тактическое положение в восточнее Углидара. Противник провел наступательные операции в окрестностях Авдеевки, Первомайского и Маренко. Ни одна из этих наступательных операций не увенчалась успехом. Кстати, в районе Углидар противник до сих пор пытается восстановить боеспособность тех частей, которые там находятся. И для того, чтобы возобновить наступательные действия. На сегодняшний день у них это не получается. Да, надо отметить, что на этой огненной дуге обстановка очень тяжелая. Видите, в Бахмуте все равно они продавливают нашу оборону очень медленно. Ну, в принципе, бои за Бахмут. Я вчера сказал, что Институт изучения войны оценил зимнюю наступательную кампанию российской армии в 80 дней. Ну, бои за Бахмут идут же уже 8 месяцев. Не то, что 80 дней. В 8 месяцев идут бои в районе этого населенного пункта. Поэтому, да, зимняя наступательная кампания провалилась. Полностью провалилась. И если 2 трети населенного пункта за... Даже брать, если за 80 дней, за 3 месяца. Это россияне там очень много в комментариях пишут. Набежали боты, пишут, что ура, какие успехи, мы наступаем. Там укры бегут. Нет, укры никуда не побежали. Укры положили в 5 раз, даже в 7 раз больше ваших войск только на одном Бахмуте. Так что, и мы сражаемся, и еще будем сражаться. Еще неизвестно, удастся ли вам продвинуться дальше. Каждый день продвижения стоит сотен, а иногда тысяч жизней российских оккупантов. Поэтому вот на этой дуге самая, будем говорить, такая напряженная обстановка. Но я еще раз подчеркну. Вот я вчера обратил на это внимание. Можно как вывод, можно сделать главный на вот этой огненной дуге, что речь идет за дома и улицы. То есть, фактически, сражения, уличные бои идут буквально за каждый метр. Буквально. Не за города, не за населенные пункты, не за какие-то там реки, не за какие-то там площади. Нет. За каждый дом. За каждый дом идет бой. Идет сражение. Так что, наступательный потенциал второй армии мира упал практически до нуля. Я так понимаю, он стремительно приближается к нулю. Ну, в принципе, что и следовало ожидать. И у нас остается еще шахтерское направление, запорожское и херсонское. Ну, вот эти три направления я бы объединил. Почему? Потому что здесь ни одна сторона не предпринимала никаких попыток наступательных действий. Здесь шли позиционные бои, то есть, перестрелки, обмен артиллерийскими огневыми ударами. Ну, и, к сожалению, запорожское и херсонское направления, как всегда, отличаются тем, что противник пытается наносить огневые удары на всю глубину досягаемости его образцов вооружения. Это артиллерия. Реактивная артиллерия. Это ракеты. В основном баллистические. Кстати, обратите внимание, что кроме, кроме вот в перерывах между ракетными ударами, кроме С-300 баллистических ракет, больше ничего не применяется. То есть, это говорит о том, что ракет-то практически уже и не осталось. Видимо. Остались только вот эти С-300, которых, ну, к сожалению, Советский Союз наклепал не одну тысячу штук. Ну, вот такая вот военная обстановка. На оккупированных территориях российские оккупанты продолжают форсировать мероприятия по паспортизации местного населения. Вводятся жесточайшие ограничения в плане перемещений. То есть, без российского паспорта нельзя будет пересекать какие-то блокпосты. Вот, допустим, людям угрожает лишением работы. Там, школьным учителям Мелитополя сказали, что до 1 июня они должны не просто взять российские паспорта, они должны отказаться от украинского гражданства и получить российские паспорта. Мы это все видим. Это, кстати, вот тем, кто слушает нас на оккупированных территориях, вы задаете иногда вопрос по коллаборации. Закон о коллаборации принят, он действует. Коллаборантов, да, будут жестоко карать. Тех, кого вот так принуждали писать отказы, естественно, юридическая комиссия будет рассматривать, и мы понимаем всю тяжесть или обстоятельство нахождения на оккупированной территории. Когда перед вами вражеский солдат с автоматом наперевес, особо не поспоришь в плане принуждения к смене, допустим, гражданства. Если у вас нет возможности эвакуироваться с этой территории. Ну, так что, я хочу просто сказать, что наша разведка все видит. И контрразведка тоже все это видит. И будет учитывать это при работе юридических комиссий после освобождения этих территорий. Далее. Сегодня, кстати, почему-то Генеральный штаб не дал нам цифры по общему урожаю, собранному силами обороны за сутки. Но, тем не менее, зато написали, что за наши силы обороны нанесли 8 авиационных ударов по районам сосредоточения российских оккупационных войск. Артиллерия подавила один командный пункт, три района сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции систем ПВО и шесть других важных целей противника. Ну, вот такой вот урожай. В цифрах, к сожалению, в сводке на сегодняшний день указано, это число не было. Вот такие вот военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну, а мы с вами продолжаем и переходим к военно-политическим новостям. И тут надо отметить, что есть тенденции изменения ситуации, особенно на Ближнем Востоке, что вызывает определенные опасения. Ну, начнем мы с, наверное, ядерного оружия, с Польши. И глава Бюро национальной безопасности Польши сделал заявление, сказал, что Польша потенциально готова расширить свое участие и сотрудничество в ядерном сдерживании НАТО и взять на себя ответственность, заявил советник президента Польши Амжио Дуде по вопросам безопасности Яцек Севера. Я вам скажу так, что, ну, с одной стороны, Польша готова разместить, но развертывание ядерного оружия это нечто другое, сказал он. Я не думаю, что есть смысл для НАТО тащить ядерное оружие к границам, допустим, той же Беларуси. Или, допустим, тащить ядерное оружие в страны Балтии к границам Российской Федерации. Нет. На сегодняшний день, если мы говорим о ядерном... Вот, кстати, это манипуляция, которую играет Российская Федерация. Тактическое ядерное оружие в сегодняшней войне будет иметь минимальный эффект. Минимальный. Из-за малой мощности и малого района поражения. Войска не настолько сосредоточены в каких-то местах, в которых можно было бы эффективно применять тактическое ядерное вооружение. Все остальное... Ну, вот я даже напомню, из боевого устава советских вооруженных сил, там было написано, что тактическое ядерное оружие применяется для пробития бреши в глубоко эшелонированной обороне войск противника. То есть, предполагалось, что там дивизии, корпуса, армии будут сидеть в обороне, зарытые. И вот тогда наносится одиночный или групповой удар тактическим ядерным оружием. Если это наступление. А если это оборона, то по районам сосредоточения войск, которые готовятся к началу выдвижения. Войска приходят в оперативные районы, оттуда начинается выдвижение с последующим развертыванием боевых порядков для наступления. Вот по этим районам, да, такого в современной войне нет. Поэтому сегодня тактическое ядерное оружие, это просто шантаж и манипуляции. Ну, хорошо, привезут их под Минск. Включит НАТО теперь это место хранения в список целей номер один. И в первом ударе, если таковой состоится, имеется ввиду, если будет, ну уже, это же как бы противоборствующие стороны, если мы рассматриваем вариант войны, то в первом ударе, конечно же, по этому объекту будет нанесен, с началом, точнее, боевых действий, по этому объекту сразу же будет нанесен удар. Обычным оружием или ядерным, неважно. Вот. А дальше, и вот это, ну, и это тактическое оружие, оно даже не сыграет своей роли. Оно только в разговорах на сегодняшний день. Если брать оружие оперативно-тактическое или оружие уже оперативного, стратегического масштаба, то его нет смысла тащить границы. Понимаете, межконтинентальный баллистический ракетный комплекс, минимальная дальность пуска 6 тысяч километров. Шесть! Чтобы попасть по границе НАТО, восточной, да, надо делать пуск где-то от Урала. Вот тогда МБР как раз попадет, может попасть где-то там в районе границ НАТО. Но при этом, вы же понимаете, что МБР там прилетят головные части мощностью там 10 мегатонн, 100 мегатонн, которые будут стирать с лица земли целые крупные города, целые там агломерации, заселенные, промышленные и так далее. И вот здесь, да, вот здесь вопрос заражения на десятилетия. Это мертвая земля будет, выжженная земля. Вот о чем, о чем как бы речь. И Польша говорит, что готова. Я думаю, что Польша будет размещать у себя систему ПРО. Они, кстати, разместили ее, она у них есть. Я думаю, что они будут ее наращивать, совершенствовать. И вот именно это имелось в виду, что потенциально готова расширить Польша свое участие в сотрудничестве в ядерном сдерживании НАТО. Именно станции дальнего обнаружения пусков баллистических ракет, они сыграют ключевую роль в случае, если вопрос ядерного конфликта действительно будет становиться реальным. А не возить тактический ядерный заряд, как этот самый, как по улицам слона водили, как видно на показ. Вот Путин именно это и делает. Он пытается продать миру тактический ядерный боезаряд в качестве мировой угрозы человечеству. Держите меня семеро, иначе я его буду бить. Вот примерно в таком контексте. Ну а теперь, это еще раз мы коснулись этой темы, и теперь мы поговорим о событиях, которые произошли в Российской Федерации. Это убийство вот этого блогера, ну татарского, на самом деле его Фомин, по-моему фамилия, да, Фомин. Это татарский, это его псевдоним. Так вот, ну понятно, я вчера говорил, понятно, что всех, конечно же, точнее вчера мы не зацепили еще эту тему. Понятно, что мы, что во всем виновата Украина. Вот я уже это говорил, тут в некоторых комментариях, просто вы можете услышать на других каналах или средствах массовой информации, что Украина это источник всех бед и проблем Российской Федерации. Если бы не Украина, Россия бы, наверное, была самой богатой, самой дорогой страной мира. Наверное, Дубай бы даже перегнала или Арабские Эмираты. Но есть Украина, поэтому Россия бы хорошо жить не может. Поэтому, кто виноват во взрыве в Санкт-Петербурге, конечно же, Украина. Кто готовил взрыв, конечно же, спецслужбы Украины. Ну, как говорил Казьма Прудков, взрыв корень. Кому выгодно, сыщите, кому выгодно. А выгодно Кремлю, очень даже выгодно Кремлю убить такого раскрученного блогера и на этой почве два решить двуединую задачу. Первое, ужесточение цензуры. И второе, это создание облика врага в виде Украины. Это фактически призыв гражданам России, идите и воюйте, иначе с вами будет то же самое. И Кремль это использует по полной программе. Некоторые даже смельчаки говорят о том, что это может быть еще и предупреждение Пригожину. Потому что это кафе когда-то ему принадлежало. Вот, и мы знаем, что он уже повар по профессии. И как бы начинал свою карьеру как повар Путина, его так и называли в свое время. Вот, так вот, ну, версии предупреждения Пригожину в принципе можно поверить. Хотя, я думаю, что в России никто никого не предупреждает. Максимум, максимум одно может быть словесное предупреждение, а потом закладка пластида или тротила в какой-то предмет и взрыв. Очень похож почерк на вспомните, как погибла дочь Дугина, вспомните Дарья Дугина, вспомните, как взорвали Захарченко в Донецке, то же самое, в кафе рванули. Почерк очень даже похожий. Так вот, Американский институт изучения войны посвящает большую часть своей сводки в ситуации на фронтах и смерти вот этого российского блогера. И они говорят, что российские чиновники, пропагандисты поспешили обвинить в организации взрыва Украину, хотя представители Киева уже опровергли свою причастность. Ну, понятно, мы официально заявили, что мы ни при чем. Но вот они высказывают, что татарский настоящее имя Максим Фомин, его, был убит в кафе Пригожину. То, что я и говорил, что они, скорее всего, рассматривают версию, что это могло быть предупреждение. Ну, и основная версия это то, что Кремль сейчас на этом убийстве может построить, и, скорее всего, построить такую пропагандистскую работу в плане того, что дегуманизация Украины, что надо идти воевать, иначе война придет в ваш дом. Ну, скажу так, что география расширяется, понимаете, на сегодняшний день, получается, нет тыла в этой войне. И несмотря на то, что Кремль старается максимально сегодня откреститься от того, что это, допустим, не война, а специальная военная операция, но она все больше и больше приобретает, точнее, не приобретает, а прорывается наружу. Уже некоторые пропагандисты говорят о том, что это реальная война, что никакой специальной операции там нет, и что там большие потери, и что там реально боевая обстановка, как в годы Второй мировой войны. И, кстати, еще одна версия убийства этого Фомина говорит о том, что есть раскол. Помните, мы с вами говорили, когда центральные каналы говорили о ситуации на фронте, что все хорошо, ура, 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 а вот блогеры, которые ближе, ниже по рангу, они ближе к месту, и им как бы врать не с руки, у них сразу же падает рейтинг, падает число подписчиков, и они говорили, что на фронте полная задница, и нет резервов, нет боеприпасов, нет топлива, плохая логистика, воруют и так далее, и тому подобное. Так что это тоже версия рассматривается как конфликт между встанием пропагандистов Российской Федерации, те, кто восхваляет эту войну и поддерживает, и те, кто относится уже к этой войне критически. Я не говорю, что они там кричат «Долой Путина» или «Мы за мир», нет, но они критикуют власти за организацию и ведение этой войны. Кстати, даже, ну его уже можно, наверное, относить к пропагандистам, это всем известный Стрелков Гиркин, да, он же даже создал еще общество под названием «Любители, как правильно вести войну» или что-то такое. Вот, и он там высказывает критику в адрес Кремля, даже в своих словах позволил себе, смотрите, он позволил себе сказать, что Путин заткнулся, и он до сих пор живой. В России в Российской Федерации это не просто так, и там уже начинает просто понимать, что Путин ведет Россию к пропасти, причем уверенно за руку, тащит ее и будет пытаться столкнуть ее именно в эту пропасть, в это горнило войны. Точнее, в горнило войны он уже столкнул, а вот в горнило экономического и финансового кризиса это остался один шаг. Так что много версий, посмотрим какую. Ну, понятно, что будет отрабатывать одну, понятно, что всех собак будет пытаться повесить на нас. И, кстати, это еще говорит о том, что российское общество сегодня не просыпается и не находится в инфантильном состоянии, и не собирается его менять. Им так удобно. И они поверят прессе и будут дальше продолжать поддерживать эту войну, и участие в этой войне, и все такое связанное с вот этой пропагандой, что они якобы борются за мир во всем мире, да, как говорил Путин. Мы в начале, точнее, как сказал Лавров, что мы начали эту войну для того, чтобы ее предотвратить. И еще одно сегодня большое такое, такое большое развернутая тема, это Ближний Восток. На Ближнем Востоке начали происходить такие, я бы сказал, кардинальные изменения в плане обстановки. Ну, например, то, что, с одной стороны, Израиль пятый раз за месяц нанес, точнее, не за месяц, а за последнее время, нанес пятый авиационный удар по силам, иранским силам в Сирийской Арабской Республике. И, слава богу, они стараются предотвратить укрепление Ирана в Сирии. Таким образом, как объясняет генеральный штаб Цехала. И это первое. И не допустить передачи оружия и усиления таких группировок, как Хамас и Хезбалла. С одной стороны, в самом Израиле огромные проблемы. Там у них внутренний кризис. И страна на пороге таких, я бы сказал, тоже кардинальных событий. И, к сожалению, их нынешний премьер Нитаньяху готов, на мой взгляд, ради удержания власти расколоть страну и бросить ее в горнило гражданского противостояния. Но для того, чтобы удержать власть любой ценой. Я имею ввиду вот эту судебную реформу, которую он пытается протянуть через КНЕС от Израиля. Что, слава богу, сегодня Цехал не ограничен в принятии решений. И генеральный штаб ведет свою работу, военную работу, пока что без влияния вот этих политических. Но военные тоже люди, и они тоже имеют семьи, и они тоже будут, если это противостояние продолжится, они и усугубятся, то они будут тоже втянуты в него. И это может повлиять на боеспособность. А сегодня на Ближнем Востоке идет объединение. Иран помирился с Саудовской Аравией, восстановил дипломатические отношения. Страны ОПЕК вдруг договорились снизить добычу на 1,15 миллионов баррелей в сутки. То есть с 1 мая они начинают снижать добычу. А это говорит о том, что цена на нефть резко подскочит. Вы же знаете, что цена на нефть, если подскочит мировая цена, кстати, она уже подскочила на 8% только благодаря этому сообщению. Что страны ОПЕК приняли решение начать снижение добычи, ежесуточной добычи нефти. А это говорит о том, что повысится цена на российскую нефть. Да, как бы не падал спрос, как бы там не накладывали эмбарго, все равно есть покупатели, и цена на эту нефть поднимется автоматически вместе с нефтью стран, допустим, Ближнего Востока или стран ОПЕК. Соответственно, это может повлечь за собой рост цен на мировых рынках. А бензин, вот в Соединенных Штатах, допустим, цена галлона бензина является у них ну как бы критерием, лакмусом экономического состояния. И как раз майское снижение добычи, это значит летние фьючерсы будут продаваться по более высокой цене. И как раз к началу предвыбранной кампании, точнее к политическому кризису в Соединенных Штатах добавится еще и рост цен на основные носители. Это топливо, которое потянет за собой все остальное. Поэтому вот здесь очень, я бы сказал, такая ситуация не совсем хорошая, потому что страны Ближнего Востока начинают играть свою игру, что может повлиять, в том числе может повлиять и на нас, на Украину в плане поддержки нас с Соединенными Штатами Америки. То есть ситуация в США, она может повлиять на ход наших боевых действий. Поэтому нам надо сейчас, я так понимаю, выбирать максимум в помощи и ориентироваться на вот это контрнаступление, возлагать на него наибольшие надежды. Хотя в условиях войны это сделать невозможно, потому как война, процесс обоюдный и обоюдозависимый, я даже сказал бы. И утверждать, что все будет так, как мы запланировали, на войне ни в коем случае нельзя. Ну и на сегодняшний день из политических новостей, вишенкой на торте, я выбрал это то, что в среду, 5 апреля, президент Зеленский едет с официальным визитом в Варшаву. Это будет второй выезд президента за пределы страны. Сначала массированного вторжения первый был Вашингтон. Нет, третий уже, третий, извините. Потом был еще европейское турне. И сейчас Варшава, я так понимаю, будет решаться вопрос военно-технической помощи и вопрос, скорее всего, будет обговариваться вопрос военно-политического союза. В рамках либо Люблинского треугольника, либо Балтийско-Черноморского союза, неважно. Но, скорее всего, будут решаться такие вопросы. Кстати, Польша наконец-то сдвинула с мертвой точки ситуацию и уже начала передачу своих истребителей МиГ-29 Украине. Их точное количество пока не называется. Но вообще у Польши, по-моему, их 28 истребителей МиГ-29. Кстати, часть из них была отогнана в Рандштайн год назад, как раз. В апреле прошлого года, когда впервые стал вопрос о передаче этих МиГов Украине. Ну, будем надеяться, что этот визит принесет нам еще и увеличение передачи. Так что две страны теперь, Словакия и Польша, передают нам МиГ-29, которые прошли модернизацию под западные стандарты. Вполне, в принципе, неплохая подспорья, как по мне, которая, может быть, станет альтернативой. Хотя я все-таки надеюсь и думаю, что что-то более современное, более западное мы к наступлению, контрнаступлению наших войск, мы обязательно получим от наших западных партнеров. Ну что ж, на этом первый раздел нашего с вами видео. Именно военная и военно-политическая обстановка мы закончим. Я, по традиции, делаю паузу. Те, кто не подписан, я приглашаю подписаться. Все, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно большее количество людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Что странного в том, что из консервации в ход идут Т-54, Т-55, то бишь самые примитивные модели. В ответ, ответ прост и точен. С этих танков скрутить, снять нечего. И вот тут комментарий сразу, который очень в точку мне показался, что и пушка другого калибра, снаряды должны быть еще. И мне кажется, что Т-54, Т-55, ну мы уже говорили с вами на эту тему, я просто напомню, что я высказал предположение, что скорее всего их берут в качестве артиллерии. Там нарезная 100-мм пушка, Д-10 пушка. И да, действительно, к этим танкам боеприпасы еще есть. Если 62-72, там боеприпасы, вполне возможно, что они перескочили эти две модели, потому что к ним нету боеприпасов. А почему? Потому что 72-ка, как основной боевой танк, Россия расходовала эти боеприпасы постоянно, не считаясь ни с чем. Вспомните первую половину этой войны, когда 60-70 тысяч снарядов в сутки выстреливала российская артиллерия. Они выкладывали на грунт в сутки бешеное количество. И танки что же самое. Танки перезагружали боевую кладку, и один за одним вылетали снаряды. Главное же было добиться результата. Поэтому они снарядов не жалили. И, соответственно, к 72-кам и 62-кам может возникнуть дефицит боеприпасов. И да, 54-ка, 55-ка, там же заряжающие башни, 4-й член экипажа, там нету никаких механизмов, действительно. Там орудия, если и будут их модернены, может быть, если у них есть, то они будут ставить туда механизм досылания. Чтобы не вручную хотя бы досылать снаряд в ствол. Может быть. А может быть, они просто возьмут боеприпасы. Наверняка. Танков было выпущено довольно много. 8500 Т-55, это серийный был танк, было выпущено. Хотя и во многие страны он поставлялся. Поэтому, если у них есть там несколько сотен штук, то они их снимут. Но снарядов, как всегда, Советский Союз мог наклепать и заложить на склады просто огромное количество. Интересно бы узнать, как работают кумулятивные снаряды по броне Абранса, который защищен дополнительной пластиной, также из обедненного урана. Ну, дело в том, что для этого и ставили броню из обедненного урана, для того, чтобы кумулятивные снаряды, обычные кумулятивные снаряды, не смогли ничего сделать этому танку. За счет большей плотности обедненного урана, кумулятивная струя не прожигает этот танк. То есть, танк выдерживает удары кумулятивных снарядов. Этот танк теперь с броней из обедненного урана можно подбивать такими средствами, как, допустим, снаряды со стержнем из обедненного урана. То есть, то на то приходится. И то, если стержень попадает урана-буран, то не факт, что еще стержень пробьет эту броню. Но кумулятивная струя точно не пробивает. То есть, кумулятивные снаряды, бронебойно-подкалиберные снаряды, бронебойные с остальным сердечником или вольфрамовым сердечником. Здесь вольфрамовый сердечник и сердечник из обедненного под большим вопросом, а с остальным сердечником, то вообще никаких шансов нет. Для этого эту броню и создавали. Вопрос. При угле 87 градусов на какое расстояние полетит снаряд? При угле выстрела в 45 градусов снаряд пролетит наибольшее расстояние. Если нужно поразить новую цель на более коротком расстоянии, то угол возвышения понижают или повышают? А это зависит... Хороший комментарий. Пробить стену или попасть по лысине. Я объясню сейчас, что человек имел в виду. Все зависит от задачи стрельбы. Артиллерия всегда имеет какую-то четкую задачу, которую ставит пехота. Если вам надо выбить, допустим, пехоту из окопов, то вы будете повышать угол возвышения ствола. И тогда все углы возвышения ствола больше 45 градусов называется мартирная стрельба. Или навесная стрельба. Снаряд летит по навесной траектории. И в данном случае орудие имитирует миномет. Действие миномета. А если еще применяется взрыватель, дистанционный взрыватель, типа В-90, типа Т-7 трубки, то вы получаете еще и воздушный разрыв. То есть снаряд падает практически вертикально над окопами. И если он еще взрывается на определенной высоте, на основании работы взрывателя, кстати, еще АЭР и АЭТ, радиовзрыватели есть. То вы получаете максимальное поражение личного состава, который пытается укрыться в окопах. Или, допустим, где-то там в других местах, не в блиндажах. Блиндажи нет, там надо. И опять же, если даже у вас нет дистанционных взрывателей, у вас осколочно-фугасные снаряды, то вы, естественно, на мортирной стрельбой с навесной траекторией, у вас есть шанс попасть в окоп. То есть орудие работает как миномет. Если же вам надо выбивать огневые точки, допустим, доты, пулеметные гнезда, то тогда, конечно, лучше применить настильную траекторию. То есть угол возвышения опустить меньше 45 градусов, выбрать наибольший заряд, чтобы скорость снаряда была максимальная и рассеивание было минимальное. И ввести огонь по вот этим танк в окопе, пулеметный расчет, и тогда командный пункт. Поэтому тут же сам смысл, почему гаубица стала таким универсальной артиллерийской системой, потому что она объединила в себе характеристики мортиры и характеристики пушки. Это гибрид, будем так говорить, за счет угла возвышения ствола. Поэтому тут нельзя сказать, что чем выше, чем выше, тем меньше дальность. Чем выше ствол, тем меньше дальность. Плюс, чем ниже ствол, тоже тем меньше дальность. Независимо, даже если это полный заряд, но все равно дальность уменьшается. Ну вот еще раз повторюсь, как написал вам в комментарии, я так понимаю, первый комментарий на ваш вопрос, пробить стену или попасть по лысине. Попасть по лысине это настильная траектория, то есть чиркнуть, а пробить стену, наоборот, пробить стену, это вертикальная стена стоит, это настильная траектория. А попасть по лысине, или там дать по кумполу еще говорят, это навесная траектория. Вот так вот различаются углы возвышения. Здравствуйте, вы говорили о высокой токсичности ракетного топлива. Я знаю людей, которые служили в ракетных войсках и после службы они заболели тяжелыми заболеваниями, вплоть до онкологии. Конечно, у них была спецодежда, но наверное не помогла, или я ошибаюсь. Вы ошибаетесь. Почему? Потому что компоненты ракетного топлива, они настолько высоко токсичны. Ну это такой сильнейший. Ну вот смотрите, если допустим пары гептила или меланжа попадают в организм человека, пары, если не дай бог там противогаз порвался, там мембрана прорвалась, и человек вдыхнул, смерть мгновенная, отек легких. Все, человека больше нет. У нас рядом с нами стоял ракетный дивизион в Германии. Вот у них раз в полгода была перекачка вот этого топлива. И эта перекачка топлива засчитывалась как боевые ракетчикам. И у них произошло ЧП, порвался противогаз, не знаю при каких обстоятельствах, я там не был, но молодой лейтенант умер на месте, просто умер. Попал в пары, хватанул паров и мгновенная смерть. Хотя ракетчики делали химический состав, я не знаю какой, для мытья посуды. Там один к миллионной, может быть, разводи еще меньше. Но нагар на сковородках отмывался очень и очень быстро. Но, я что хочу сказать, что воздействие этих химических веществ, оно очень кратковременное. И средства защиты предпринимаются. Скорее всего, это больше, наверное, связано с головными частями ракет. Дело в том, что так было принято в Советском Союзе, что ракетные части хотя бы раз в год выезжали на полигоны для боевых пусков ракет. И, как правило, эти полигоны были связаны с испытанием ядерного оружия. И вот там они могли получить где-то дозу облучения. Она была минимальная. С посещением полигона она могла накапливаться. И, как результат, могла стать причиной заболеваний. Плюс у них проходили еще тренировки с реальными головными частями. То есть, они привозили настоящую голову ядерную. И отрабатывали вопросы ее стыковки, расстыковки и так далее. Это проводилось редко, но все равно бывало. А она все равно имеет голова, имеет свой фон. Особенно это было, практиковалось на территории Советского Союза. Потому что в группах войск боялись перемещать ядерные заряды, потому как очень нервничали местные власти. В Венгрии, Чехословакия, Германия. Ну, в Германии больше всего ракетчиков было. Ракетных дивизионов. По документам, кстати, он числился как пулеметный, отдельный пулеметный дивизион. На самом деле, это были скады с дальностью пуска Р-300 комплекс. Ну, или Эльбрус еще его называют. С дальностью пуска 300 километров. Так что, я не думаю, что химия могла... Там, наверное, нюхать ее нельзя было, понимаете. Дышать этими парами нельзя было. Потому что человек умирал сразу же. А вот, то есть, ты либо отравился, либо не отравился. А вот радиация, она имеет свойство накапливаться в организме. Радионуклиды очень тяжело выводятся. И человек, получая постепенно дозу облучения... Ну, и в жизни же мы тоже. Земля фонит. Каждый предмет имеет свой фон. Радиационный фон. Вот даже в сводке погоды, посмотрите, иногда там говорят, что радиационный фон в районе такого-то населенного пункта, обычно это местные радиостанции передают, в пределах нормы. Или они называют конкретную цифру этого радиационного фона. То есть, все равно мы живем в этих условиях. А вот они посещали полигоны, допустим, из Германии ракетные части возили в Капустин-Яр. Сколько это рядом? А это рядышком Семипалатинск. Знаменитый ядерный полигон. Представьте, сколько там. А подымает, допустим, ветер, пыль, пыль в районе эпицентра бывшего ядерного взрыва, где проводились испытания. И этот радиоактивный песок вместе с пылью летит и потом где-то навевает на технику или на людей, которые там занимаются боевой или технической подготовкой в районе 72-й площадки, допустим. Это обычно место, откуда пускали. Там же стояли шахты пусковые на этом же полигоне Семипалатинском. Станция разгрузки просто была Капустин-Яр. Это, будем так говорить, примерно другая сторона полигона. С одной стороны Семипалатинск, с другой стороны вот эта станция разгрузки, небольшой населенный пункт под названием Капустин-Яр. Вот, скорее всего, так. Добрый день. Скажите, пожалуйста, уместно ли сравнивать КСИР и армию Ирана с ВАФН-СС и Вермахтом? Вы знаете, я вам так скажу, что, на мой взгляд, вот характер действий одинаковый. И ВАФН-СС и КСИР, они и тот, и тот предназначены для оказания помощи армии в проведении оккупационных мероприятий, геноцида против инакомыслящей, подавления инакомыслящей, инакомыслящей, и в армии в том числе, собственной армии. Это элемент вооруженных сил и там, и там. Как такое, знаете, единственная их разница, и кардинальная, кстати, разница, это то, что здесь ВАФН-СС это идеология. Они основывались на идеологии высшей расы, и, соответственно, они как бы шли, чистили, чистили своих и чистили врагов, уничтожали. Ну, враги у них вообще были недочеловеки, а как бы среди своих они выискивали предателей. А КСИР, он элитное подразделение, у них все основано на религиозной почве. Они, вот я бы сказал, наверное, даже где-то в какой-то мере религиозные фанатики. Причем КСИР даже способствовал созданию организаций, ну, таких, допустим, как Хизбала. Они поддерживали, и они сейчас их снабжают и деньгами, и оружием, и прочими там, и борются с врагами. Но только основа ихней, не идея высшей расы, а на религиозной основе. Они считают, что они защищают интересы ислама или, допустим, исламской религии. Так что, в общем, можно сказать, что они где-то, где-то можно провести параллели в плане характера действий и предназначения. Но основа кардинально отличается. Там религия, там идеология. Добрый вечер. Пытания. Пакистан нещодавно передал нам снаряды до Граду. Чье у них ще якась зброя, якак допомогла б нам у вини протирашистів? Ну, у Пакистана есть советские образцы вооружений. Артиллерия, танки. Ну, мы только им продали, помните, 320 танков Т-80УД. Правда, это уже было 20 лет назад, примерно, чуть меньше. Хотя нет, да, где-то так. Почти 20 лет назад этот контракт был заключен. Но! И в каком состоянии эти танки, сейчас трудно сказать. Но! У Пакистана есть... Чем они нам могут помочь? И, кстати, помогают. У Пакистана есть производство боеприпасов к советским образцам вооружения. И, кстати, вот эта поставка снарядов Град не первая уже. И перед этим у нас была поставка 122-х миллиметровых. Кстати, обратите внимание, калибр Града и калибр снарядов, которые они поставляли ранее, одинаковый. Видимо, у них есть хорошее предприятие или конвейерное производство именно снарядов под 122. Под калибр 122. И потому что, ну, как бы, они... Калибр одинаковый, значит, где-то технология более-менее близкая. Есть общие элементы. Они поставляли нам снаряды Д-30, 122-х миллиметровые. Сейчас они дали снаряды Граду. Я думаю, что по технике, ну, наверное, вряд ли Пакистан может нам чем-то помочь. Но если будет поставлять нам боеприпасы к советским образцам вооружения, то это было бы очень здорово, очень. И вообще им огромное спасибо за то, что они с нами делятся своими снарядами. Хотя у них, у самих, ситуация довольно напряженная. С той же Индией, у них там боевые действия, спорная территория. С тем же Китаем. Хотя, нет, с Китаем нет, с Индией. С Индией у них напряженка в плане территориальных претензий. Я слышал от вас, что Харьков считается приграничным городом, а не прифронтовым. А Запорожье считается прифронтовым городом. По нам бьют практически каждый день. И мы от фронта, а Запорожье считается прифронтовым городом. По нам бьют практически каждый день. И мы от фронта в 50-70 километрах. Спасибо. Ну, вы вот про Харьков услышали. И в этом же вопросе я объяснял, что такие города, как Днепр и Запорожье, можно считать прифронтовым. Херсон, прифронтовой город. Почему? Чем отличается? Тем, что вокруг Харькова нет фронта. Да, мы сидим там в окопах, направив друг на друга рушницы. Ну, а мы сидим на государственной границе Украино-Российской. И российские войска не предпринимают атакующих действий. То есть, нет активных боевых действий. Есть только нанесение огневых ударов с помощью, в данном случае, ракетных войск. Поэтому там нет фронта. И, соответственно, Харьков считается приграничным городом. Как он и был до войны. За исключением, что, еще раз повторюсь, есть обстрелы. А вот Запорожье, да, это прифронтовой город. Потому что он находится в зоне боевых действий. И сам попадает под огневые удары ракетных войск противника. Так что, да, Запорожье, это действительно прифронтовой город. Вопрос такого плана. Если Раша хочет разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, то могут ли западные партнеры разместить ядерное оружие на территории Украины? Или они боятся делать это? Спасибо вам за ответ. Подождите, а с какой радости западные партнеры привезут сюда ядерное вооружение? Ну, у России с Белоруссией хотя бы есть там какие-то договора подписанные, как в союзное государство, там они обязательства какие-то на себя брали по созданию, так и договор о стратегическом партнерстве у них подписан между собой. И Россия, видите, привозит и размещает. Мы, в принципе, можем. Верховная Рада может проголосовать за разрешение. И мы можем предложить. Но я не думаю, что они сегодня готовы сюда его завозить и размещать. Тем более, я уже объяснил. Вот вернитесь в оперативную военно-политическую обстановку, в раздел. И послушайте, там я объяснил по поводу вот этого тактического, оперативно-тактического, оперативного и стратегического ядерного оружия. Смысл его здесь размещать. Если это тактическое, ну, оно, как бы, на сегодняшний день самое малоэффективное. Если это стратегическое, то у него подлетная, минимальная дальность пуска очень большая. Поэтому отсюда вы не попадете, допустим, в приграничные области Российской Федерации. А ракета улетит куда-нибудь туда, в район Урала. С учетом минимальной дальности пуска межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому я не думаю, что ядерное оружие может быть в перспективе. В перспективе, если мы будем оформлять членство НАТО, то для факта раздерживания тактическое ядерное оружие для нашей артиллерии, может быть, и можно будет разместить. А лучше разместить на территории Украины систему ПРО. Противоракетная оборона, которая работала бы в единой системе Североатлантического блока. И, соответственно, вместе с системой ПРО предоставить место для размещения военно-воздушных баз, баз ВВС стран-членов НАТО. Для того, чтобы истребители и перехватчики могли подняться в любой момент и идти на перехват этим ракетам. Лучше бы разместить здесь, конечно же, и кроме РЛС, еще комплексы ПВО ПРО, которые работают вместе с этим. Вот в этом плане, я думаю, нам бы было... Вот это был бы более сдерживающий фактор. Не хочу показаться кровожадным. Нет, хочу показаться кровожадным. Скажите, а с чем связано уменьшение убитых орков за последние дни? 500-600 человек в день против 800 тысяч, что было неделю назад или две недели назад. Спасибо. Смотрите, я объясню. Дело в том, что снизилась интенсивность боевых действий. Это, кстати, ожидаемо и прогнозируемо. И мы с вами об этом говорили, что в март месяц будет снижение боевой активности из-за весенней распутицы. Проблема. Сейчас вообще дожди начались. Я думаю, что даже наступательное действие, как бы там не хотели русские, но россияне, точнее, как бы они не хотели, но это будет проблематично, гонять народ в атаку по колено в грязи. Поэтому снижение боевой активности... Смотрите, если даже... Во-первых, даже сузилась сама дуга. Купинское направление практически выпало из огненной дуги. Раньше и углидар выпал из вот этой огненной дуги, на которой было противостояние. Теперь обратите внимание на количество атак. Если раньше мы говорили 90-100, 120 атак было в самые интенсивные дни на всей линии фронта, вот на этом участке от Купинска до углидара. И соответственные потери были. 1000, 1100, 1080, 1090 было. 800, 900. А сегодня 60-70 атак. Практически в полтора раза снизилось количество атак. И соответственно, примерно такое же количество снизились потери российской армии на вот этом самом главном активном участке. Вот именно из-за этого. Сравнивайте количество атак и ширину вот этой огненной дуги на линии фронта. И вы поймете, почему 500-600 сегодня. Это нормальная цифра для урожая, который собирает каждый день силы обороны Украины. Добрый день. Давно хочу спросить, но все стеснялась. Может это не интересно другим. Почему у Вагнера такое название? Имеет ли это отношение к великому композитору? И какое право они имели на это? И еще один вопрос. Я не могу... А, ну давайте по порядку. Сначала Вагнер. Тут вам написали комментарий. Я его зачитаю, потому что как версия он имеет право на жизнь. Почему называется ЧВК Вагнера. Так вот, комментарий такой. Да, имеет. Почитайте в интернете, легко найти. Общая суть в том, что один из основателей этого чувака был солдат, у которого был позывной Вагнер. По распространенной версии, он его выбрал именно в честь композитора, так как Рихард Вагнер очень уважал идеологию Ницше. И этот солдат, основатель, вроде бы тоже. То есть, это действительно в честь композитора названо ЧВК. Ну, вот насчет идеологии и насчет солдата скажу так, что это не солдат, а полковник, не действующий, а в запасе. Он действительно руководил, ему поручили создать охрану. Он руководил охранной фирмой, и потом возникла у них идея, когда надо было отправлять наемников на охрану объектов за пределами Российской Федерации, вот, возникла еще и идея. Но вот насчет позывного, по-моему, я читал, что это его фамилия была. Он однофамилец, Вагнер. Поэтому вот насчет позывного и фамилии я не буду спорить. Каждая версия имеет право на жизнь. Но и насчет Ницше тоже спорить не буду, что идеология или нет. Я читал версию, что это была фамилия этого полковника, и он, естественно, как отец-основатель этой частной фирмы, он ее и назвал в свою честь. Почему мы сегодня больше используем даже фразу «вагнеровцы»? Именно потому, что это были... Он начинал с того, что он, типа, «мои ребята, вагнеровцы». Вот их так и называли, когда они переходили из стадии охранной кампании в стадию военных наемников по решению специальных задач. В основном за пределами Российской Федерации. Там, где были интересы... Сначала интересы Газпрома, вот, а потом уже интересы и политические интересы Российской Федерации. Вот такая вот версия немного отличается от той, которую вам написали в комментарии. И тут еще один вопрос от этой же зрительницы. И он звучит так. «Я не могу помочь финансово каналу, пенсия не позволяет, но я слушаю рекламу, монетизация присутствует или я делаю это зря. Сама реклама меня не интересует, а каналу помочь хочется». Не утруждайте себя, не тратьте свое драгоценное время. Там специально есть, когда начинается реклама, в правом нижнем углу через, по-моему, 5 секунд появляется кнопочка «Пропустить рекламу». Смело пропускайте. Я от этого не обеднею, канал от этого не обеднеет, но тратить ваше драгоценное время тоже не хочется, чтобы вы слушали ту рекламу, которая вам не интересна. Поэтому ждите 5 секунд, как только в правом нижнем углу появляется надпись «Пропусти рекламу», смело жмите и пропускайте рекламу. И дальше смотрите видео. Так что, ничего страшного, все нормально. «Добрый вечер! Поясните, пожалуйста, чем отличается вертикально падающая бомба от планирующей? В чем преимущество планирующей бомбы? Она же не управляется после того, как ее выпустили. Так же сложнее в цель попасть. О, да вы, вы, батенька, очень отстали от реалий сегодняшнего дня. Вертикально падающая бомба, она сбрасывается с бомбардировщика, выравнивается носовой частью вниз за счет стабилизаторов и имеет боковой снос в сторону движения самолета. Незначительный. Вот. Поэтому они специально используют бомбометные прицелы для того, чтобы попасть в цель. И бомба сбрасывается немного раньше, чем перекресть, чем самолет проходит именно над целью. Потому что поступательное движение все равно сохраняется. А летит она вертикально за счет стабилизаторов хвостового оперения. И это важно для того, чтобы эта бомба сработал взрыватель. Потому что в головной части бомбы находится взрыватель, который приводит ее в действие. Это вертикально падающая бомба. Планирующая бомба имеет на себе оборудование, специальные приспособления, которые после сброса бомбы приводятся в действие, раскрываются и у бомбы появляются крылья. Ну так, образно говоря. Появляются крылья большие и малые. И она за счет этих крыльев практически продолжает горизонтальный полет. За счет скорости самолета она летит по инерции, но под весом собственной тяжести она начинает терять высоту. И вот это получается такое поступательно-наклонное движение вперед. И если ее сбрасывать на высоте до 14 километров, ну 12-14 километров, то она за счет вот этих небольших крылышек может пролететь до 70 километров. Такие комплекты, причем это не надо переделывать саму бомбу. Этот комплект одевается на уже существующие типы бомб. И они становятся планирующими. Этот комплект имеет встроенные мозги электронные. То есть там есть плата, там есть GPS-приемник. И в эту бомбу закладываются координаты цели. И вот эти ее крылышки и закрылки, они управляются механизмом. Есть аккумулятор, электропривод. Они управляются механизмом, и бомба попадает точно по координатам. То есть, если цель выбирается в пределах досягаемости, допустим, она максимально может пролететь там 70 километров, на подходе к цели там на 60 километрах сбрасывается эта бомба, раскрывает крылья, и она спокойно летит и пикирует прямо в ту точку, которую ей заложили. Это управляемые бомбы, они относятся к высокоточному оружию и не требуют переделки или модернизации. Просто на обычную бомбу одевается вот это приспособление для планирования этой бомбы. Мы сейчас получаем его от наших стран-партнеров и уже начали использовать, как говорит наш пресс-офицер воздушных сил, вооруженных сил Украины. К сожалению, Российская Федерация имеет такие же комплекты и сама их производит. Ну, как сегодня они их производят, трудно сказать, оценить, потому как мы не знаем влияние санкций. Но сам факт, что в Херсоне они уже применяют вот эти планирующие бомбы и сбрасывают их с самолетов и бомбы плавно планируют аж до самого города Херсона. Так что это высокоточные бомбы, которые попадают в цель, используя систему GPS-навигации. С ними очень трудно бороться, сразу скажу. Почему? Потому что они не имеют двигателя, соответственно, нет теплового шлейфа и не издают никакого звука. Ну, ее слышно, как она шелестит тихонечко в полете. За счет того, что она не набирает как вертикально падающая бомба огромной скорости, то звукового эффекта ее падения практически не создается. А ее малая размерность усложняет еще и радиолокационным станциям наведение систем ПВО, тактических систем ПВО, потому что более крупные системы ПВО ее просто не видят. Там радар рассчитан на более крупные цели, большего размера. В этом огромная проблема. Поэтому сейчас вот нам, я говорил уже вчера, по-моему, в видео, что нашим силам ПВО придется сейчас перестраивать свою работу и учиться сбивать эти планирующие бомбы. Витаю, пана Олежа. Как на вашу думку, чи не может быть накопичение ракет С-400 в Белоруссии и быть подготовкой до потужного масованного удару по Киевщине? Как ответ на наш наступ, еще плануется? Дякую за вид поведет. Да, вполне может быть такой вариант. Тем более, что они проверили. Вот два месяца назад был один из последних массированных ударов с применением ракет. И они там с самого уголочка Российской Федерации, с Курской области, наносили удар, в том числе и по Киеву. И все ракеты долетели. Там было три, по-моему, ракеты. Две или три ракеты были баллистические, которых мы, конечно же, не смогли сбить, они взорвались. Слава Богу, не все попали и попали не туда, куда, видимо, целились. Но, тем не менее, они цели достигли. С территории Белоруссии вероятность такая существует. Мы не можем ее отбросить на сегодняшний день. Тем более, что комплексы С-400 в Белоруссии есть и транспортники везут эти ракеты. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что белорусский ГАЮн сообщил на днях, что прилетал очередной Ан-Русланц, Ан-124 прилетал. А он на минуточку, у него 125 тонн, по-моему, грузоподъемность. То есть, довольно большая. И были замечены пусковые С-400. Может, он пусковые привез, может, ракеты к этим пусковым привез. И ракета С-400 летит по наземной цели до 200 километров. Единственное, что тут как бы можно озвучить в качестве предохранителя, то, что все-таки Лукашенко юлит и уже много месяцев как с территории Беларуси ничего не прилетает и не взрывается на территорию Украины. То есть, он максимально дистанцировался от участия в боевых действиях Республики Беларусь. Это, в принципе, вселяет надежду. Поэтому это такое усиление средств ПВО может быть связано еще, кроме того, что это может быть связано с участием или подготовкой массированного ракетного удара. Кстати, они из Беларуси могут выехать просто в Курскую область и оттуда нанести удар, а потом вернуться обратно в Беларусь. Может быть, и такой вариант. Не исключается. Но, есть еще одна версия такого накопления средств ПВО. Это то, что сказал Путин. Это как бы продолжение вот этой игры в ЛЕФа относительно размещения ядерного, тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Естественно, для того, чтобы его там размещать, надо надежно закрыть небо. Я уже много раз объяснял, что как только первый боезаряд туда приедет ядерный, естественно, это место будет включено в список целей номер один. Потому что это хранилище намного ближе к границам НАТО, чем, допустим, хранилище где-нибудь там в районе Уральских гор. Так что еще вторая версия это то, что они усиливают ПВО для закрытия неба Беларуси. Тем более, что опять же Российская Федерация рулит в плане продолжения такой ползучей аннексии через военное присутствие самой Беларуси в пользу союзного государства. Ну что ж, на этом, наверное, третью часть, вторую часть нашего видео ответы на вопросы мы закончим. И у нас остается третья часть это пожелания, комментарии и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый из них сегодня прозвучит следующим образом. С моей точки зрения сначала НАТО разместит ядерное оружие вдоль границ империи россиян, а затем нанесет превентивный удар по стратегическим объектам названной империи. Разумеется, россияне попытаются нанести ответный удар по НАТО, но эта попытка будет неудачной, так как абсолютное большинство российских ракет и самолетов будет уничтожено средствами ПВО и ПРО государств-членов Североатлантического Альянса. Я согласен с Ждановым в том, что теперь вторая армия мира уже не может освобождать украинские города, например, типа Северодонецка, но еще может освобождать в кавычках имеется ввиду освобождать отдельные участки городов, например, улицы Переулки в Бахмуте. Не исключено, что к осени 2023 года генеральный штаб второй армии мира будет планировать операцию по освобождению в кавычках небольших сооружений, например, сараев и общественных туалетов. Ну и третье. Я по-прежнему не против, чтобы россияне занимались самовосхвалением, а именно твердили мы непобедимые, мы могущественные, мы великие, наши силы неисчерпаемые и так далее. Ну, то есть занимались самоуспокоением, а не реальными делами. Путин не вынесет разрушения Крымского моста и такого позора. Это вот по поводу вчерашнего плана пана Данилова относительно освобождения Крыма. А почему не вынес? Он же вынес, проглотил все, утерся соплями и сидит спокойно, мост же полуразрушенный. Они до сих пор там проводят ремонтно-восстановительные работы на мосту. Так что никуда он не денется. Или как это не вынесла душа поэта позора мелочных обид. И вот один он против света. Как там получил пуль и лежит. Вот примерно так же может быть и с самим Путиным. Сегодня грохнули Татарского. Просто праздник какой-то. Ну у вас наверное праздник. Просто так ничего не бывает. Я вам точно скажу. Если кто-то звезды зажигает, значит это кому-то надо. Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану. На гибель сына гонит мать, а поп велит нам убивать. Это стихи из песни Андрея Макаревича. Россия живет по имперским понятиям, с ними и умрет. Проклятый убитый, книга Астафьева. Вот что это напоминает. Підсумок роботи не хочется, бо підсумок хочется зробить наприкінці життя. А зараз хочется жити, тому що так допомагаємо Збройным силам України, віримо в Збройні Сили України та Україну. Доброго дня. Вы говорите, что мы не стреляем по территории Российской Федерации. Я живу в приграничном городе Волчанске, Харьковской области. Наш город громят каждый день. Но мы им тоже отвечаем. Российский приграничный город Щебекино регулярно обстреливается нашими войсками. Разрушаются квартиры, их тоже. Знакомые живут в Белгороде каждый день слышат грохот и не на украинских территориях. Практически все приграничные села и с нашей стороны и с их стороны разгромлены. Так что мы не молчим и отвечаем оркам по мере возможности. Конечно не так как они, но все же. Ну я просто зачитал ваш комментарий, потому что официальная версия у нас отличается от вашего комментария. Спасибо Олег Владимирович за информацию. Относительно состояния жизни народа в начале гонки вооружения Хрущевская Кузькина мать в начале 60-х годов подтверждаю. В хлебном магазине вся семья стояла за тремя кирпичиками черного хлеба типа Бородинский. А когда отца перевели в Венгрию, то мы удивлялись тому, что там в магазинах был прекрасный белый хлеб в достатке. А СССР клепал ракеты, а народ хлеб покупал в огромных очередях. Думаю, что эти идиоты с севера вернут такие времена, соревнуясь с коллективным западом. Да, я думаю, что Россия вполне может дойти до дефицита товаров потребительской корзины. В центре Вильнюса у дома правительства поставили дырявую расстрелянную машину скорой помощи. На больших стендах пояснение, что эта скорая привезена из Украины, а там русские специально стреляют и особенно охотятся именно на машины скорой помощи. Москву и Белоруссию придумал Ленин. Вот такой комментарий. Скажу так, что это же не первый день и не первый год. С 2014 года, когда начались активные боевые действия, охота за машинами скорой помощи идет постоянно со стороны российских войск. Сколько раз наши скорые либо подрывались на заложенных фугасах, либо были обстреляны огнем артиллерии российской и в период с 2015 по 2022 год. Так что для них это норма жизни, к сожалению. Привет от крымчанина. Послушал я план Данилова по Крыму. Не хватает пункта о привлечении к уголовной ответственности предателей Украины. Я думаю, что они его добавят. Тем более, что там есть очень хороший пункт о выдаче всех коллаборантов, всех, кто сбежит из наших прятаться, из бывших наших прятаться в Россию, вот их обязательно выдадут. Ну и теперь пошла полемика о памятнике. Памятник русский военный корабль ИДИ на три буквы нужно установить в городе Героя Одессы. Мне понравилось тут. Мое мнение о Крымском мосту. Ломать не строит, не лучше ли взять его под свой контроль и кто знает, может через пару десятков лет он очень пригодится в целях экономики с рядом других южных и восточных стран. Да и Краснодарский край не вечно под пятой преступного олигархата. Вот и получится, погибали за независимость Донецкой и Луганской, а в итоге независимость обретут Краснодарский, Ростовская, Воронежская область. Ну, не будем загадывать на будущее. Да, Кубань когда-то это была Украина, даже помните в фильме «Неуловимые мстители», а в небе горит луна, уголек, спит Киев и Воронеж. Это же имелось ввиду, что это одна территория, ну, это территория одного государства. Так что не ровен час. Какие все-таки молодцы украинцы, не перестаю восхищаться, даже во время войны умудряются шутить. Мое предложение по памятнику и месту. Предлагаю остров Змеиный, а памятник включает в себя кусок тонущего корабля Москва кормой вверх с надписью русский военный корабль идущий туда, куда послали. Слава вооруженным силам Украины. Вот такой вариант. памятник памятник посланному русскому военному кораблю конечно же надо ставить в Севастополе. Это очевидно без обсуждений. Чем центральнее место тем будет выбрано, тем лучше. Да в принципе как в назидании оккупации Севастополя российским черноморским флотом. Так сегодня у нас праздник. Еще под вечер новость пришла с Санкт-Петербурга. Татарского подорвали. Родной город не подвел. Мелочь, а приятно. Ну я не знаю какой праздник вы имеете ввиду, но если у вас был праздник и к нему еще добавилась эта новость, то пусть будет так. Вы говорили про Украин-оборонпром. По этим понятиям, что в Украин-оборонпроме россияне бьют ракетно-бомбовыми как по мишеням. По этим предприятиям, что в Украин-оборонпроме россияне бьют ракетно-бомбовыми как по мишеням. Как для собственного развлечения. В Сумской области есть такие предприятия. Они за год уже разбомблены в хлам. Родственник в Шостке без работы остался. Разбомбили. Нет ни производства, ни работы. Живой хоть остался. Бомбят там и авиация, и ракетами. Рашисты постоянно. С первых же дней войны бомбят. А в Конотопе там вообще развалено было все еще задолго до войны. Музей авиации там только остался. Там и бомбить нечего. Может на Западной, где и есть производство, а тут в Сумской все развалено и разбомблено. Единственная надежда насчет оружия и боеприпасов только на США, Великую Британию и ЕС. Европейский Союз. Ну скажу так, что к сожалению, да до Центральной Украины включительно большинство предприятий пострадало. Очень пострадало. Но кстати Укроборонпром боеприпасы производят за пределами Украины. На территории как они сказали, одной из дружественных нам стран. Стран партнеров. Какая страна не называется. Думаю, что в целях безопасности абсолютно правильно. Предлагаю памятник на Змеином. Исторически справедливо и не забыть героя, озвучившего лозунг всей свободной страны. Ну я бы сказал, это не лозунг, это скорее просто девиз. А вот лозунг у нас остается неизменный. Слава Украине и смерть ворогам. Вот это наши лозунги и должны стать национальными. У нас и в гимне также поется, что точнее в словах гимна, что сгинут наши вороженьки, я красава на солнце. Уважаемый Олег, я боюсь рассекретить планы командования нашего, но кто был внимательным с нескольких источников, было несколько заявлений, по которым я сделал вывод. Кратко перескажу, а потом выводы напишу. Президент Зеленский говорил, что простыми словами Бахмут должен сдержать врага до нашего наступления. А несколько резидентов рангом пониже говорили, что какая разница, где перемалывать. Наша задача перемолоть максимально до нашего наступления. И из этих тезисов я делаю вывод, что по теперешним заявлениям Зеленского происходит и ПСО. Мол, а вот я предлагаю важности а я придаю важности этому рубежу. Ну давай попробуй. А на деле в тот самый момент, когда мы якобы должны будем выйти из Бахмута и там соберется максимальное число врага, начнется одновременно наступление на нескольких направлениях. И те, кто соберутся в ранее в районе Бахмута будут стерты огневым валом, потому что от города и так не осталось ничего, что я ничего, как я понимаю. Жители вывезли и вперед братская Ордская могила. Ну что могу сказать? Хорошая версия пусть она просто прозвучит в эфире и каждый подумает имеет ли она право на жизнь или нет. Поверьте нам, кто пережил оккупацию первых днів полномасштабного вторгнення в Украину в Ордзель Дуже важно чути и бачить наскільки виросла в военном потенциале наша армія. Пишемося нашими Збройными силами молимся за них. А еще вчера мы с вашей волонтерской махновской бандой яка примудрилася нагодувати оккупованный в Ордзель и вывезла 179 людей из селища вчера сняли прапор Украины який ми повесили над найвищей відомішою будівлею селища 1 квітня 22-го року аби зберегти його і повесили новий на честь речниці визволення Ворзеля наша банда зайшла в селище раніше Збройных сил України 50 автомобилей а на околицях мы тушилися орки и мы и мы все вытремили и оккупацию и отбудову и розминувание нашего будинка чому тому что мы украинцы нехай отаги дота згин назавжди слава Украине героям слава вот такая вот история освобождения Ворзеля местной я так понимаю это местная сама оборона привет из Бремена все будет Украина слава Украине скорейшей победы над врагом привет из Азербайджана ну и в заключении на пасашок витання з Канады тримайтеся рідненьки перемоги вот такие вот приветствия комментарии пожелания прозвучали сегодня в нашем с вами видео на этом я благодарю вас за ваше внимание что вы досмотрели это видео до конца огромное вам спасибо еще раз напоминаю кто не подписан подпишитесь все кто посмотрел это видео поставьте пожалуйста лайк ему для того чтобы его могли увидеть как можно больше людей огромная благодарность спонсорам и тем кто помогает каналу ну а мы с вами продолжим уверить избройным силам Украины перемога наша слава Украине